Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про выборы в новую общественную палату, в общественную палату следующего созыва, который будет решать вопросы наши с вами на протяжении ближайших лет. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Захар Юрьевич Иванов, председатель нынешней общественной палаты. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Андрей Андреевич Губанов. Добрый вечер. Андрей Андреевич, член общественной палаты Московской области и человек, который сегодня нам экспертно объяснит, что вообще означают выборы в общественную палату районного уровня, почему они проходят раз в несколько лет и вообще зачем все это нужно. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Ну, общественные палаты это, скажем, тема, ну, не сказать, чтобы прямо очень новая. Мы довольно давно знаем о том, что действительно такие органы существуют. Однако за последние именно годы в нашей Московской области они приобрели, ну, действительно некое совершенно новое значение, совершенно новое влияние. Наверное, Андрей Андреевич, к вам, как к представителю именно общественной палаты Подмосковья первый вопрос. Как вы вообще сегодняшний день себя оцениваете? Ведь в конечном счете общественники, да, не имеют никакой непосредственной власти, влияния, да, на процессы, которые здесь в районе и в регионе также происходят. И тем не менее, вот как вы свою работу оцениваете? Ну, знаете, в полной мере с вами согласиться не могу, потому что общественная палата Московской области всячески старается не только улучшить качество жизни жителей Подмосковья, но и решать реальные их проблемы. Буквально сегодня я приехал к вам после заседания комиссии по отгрызости власти и общественному контролю общественной палаты Московской области, на котором мы решали очень конкретные вопросы, это в том числе отсутствие в течение года флюорографа в Одинцовской ЦРБ, это засилие игровых аппаратов в Солнечногорском районе Московской области, это проблемы выделения жилых помещений в Ленинском муниципальном районе. Я вам со всей ответственностью могу сказать, что решением по заседанию комиссии принято следующее. В адрес прокурора Московской области комиссия отправила ходатайство о представлении в отношении руководства Солнечногорского отдела полиции, представление привлечения дисциплинарной ответственности за должностных сотрудников, за то, что они некомпетентно, халатно выполняют ряд своих должностных обязанностей. Очень много реальных примеров, когда общественники, да, может быть, они порой и не имеют каких-то полномочий, они не являются чиновниками, но поверьте мне, мы на все заседания приглашаем представителей тех или иных профильных ведомств, министерств Подмосковья, управлений, прокуратуру, подразделения Главного управления МВД Подмосковской области. И придя на наши заседания, данные лица реально прислушиваются к мнению общественной палаты, субъекта Российской Федерации и реально решают наши просьбы. Андрей Андреевич, а с чем вы это связываете? Ведь в конечном счете возьмем, предположим, представителя правоохранительных структур. Работа не в проворот, я более чем уверен. У нас есть чем заняться в Подмосковье и с точки зрения правоохранительных органов, и жилищно-коммунального хозяйства, да с любой точки зрения. Своих и данных, и предложений, и проблем наверняка хватает. Почему еще ко всему прочему, да, люди ответственные, занимаются работой в том числе вот с вами, с общественными организациями, конкретно с общественной палатой? Ну, в соответствии с законом Московской области об общественной палате, общественная палата как Московской области, так и любого муниципального образования занимается согласованием интересов граждан, проживающих на территории Подмосковья, либо иного муниципального образования, если мы говорим о муниципальных общественных палатах. Общественная палата является, я бы сказал, неким таким последним, последней инстанцией, куда люди идут. Поэтому... Вы имеете в виду, если остальное не помогает ничего? Местные власти и так далее? Реагируют, люди порой проигрывают какие-то суды и идут в том числе в общественную палату. И я вам могу сказать, что механизм общественной палаты помогает людям. Смотрите, конечно, мы не вмешиваемся в судебное разбирательство, безусловно, как и любой другой орган, в том числе депутаты, не вмешиваются в решения судебных органов. Но в рамках контроля над вынесенными решениями у меня был достаточно большой простой пример, я вам озвучу. Было большое судебное разбирательство, когда отец одного несовершеннолетнего ребенка, будучи топ-менеджером одной крупной компании, вывез несовершеннолетнего за рубеж, минуя официальный запрет пограничной службы ФСБ России. И мама проиграла все суды. Потому что суды приняли решение, что ребенок выехал с законом. Мы обратились в общественную палату Российской Федерации, потому что данное решение суда фактически изменило порядок выезда из Российской Федерации всех несовершеннолетних детей. То есть был создан прецедент, другими словами. Денький создан прецедент. Общественная палата Российской Федерации, мои коллеги обратились в Верховный суд. И после нескольких писем вышестоящей инстанции, а мама обжаловала это решение, отменила все решения судов первой и второй инстанции и вернула материал, судебный материал на новое разбирательство. Это говорит о чем? О том, что наши письма, наши обращения очень внимательно рассматриваются. Скажите, пожалуйста, я знаю, что, предположим, наша районная общественная палата Одинцовского района в том числе старается предоставлять юридическую помощь, поддержку людям, которые в этом нуждаются. А это непосредственно наши тут идеи? Или в Московской области также подобная практика применяется? Ну, надо отметить, что Одинцовская общественная палата под руководством Захара Юрьевича очень зарекомендовала себя в Подмосковье очень хорошо, является одним из лидеров Московской области в качестве среди муниципальных общественных палат. И этот проект фактически реализуется не в каждом муниципалитете, это личная инициатива председателя общественной палаты, и поэтому у нас такого в общественной палате Подмосковья такого проекта нет. Но мы стараемся помогать людям, у нас есть член палаты Алексей Павлович Галаганов, скажем так, главный адвокат Московской области, но он тоже порой содействует, когда очень сложные какие-то критичные ситуации, он оказывает помощь и предоставляет адвокатов для решения тех или иных проблем. — Скажите, пожалуйста, все-таки хотелось бы точно обозначать границы вашей совместной работы, вашего взаимодействия. Вот районная общественная палата Одинцовского, предположим, района, она является вашим структурным подразделением, или это все-таки автономная организация? — Нет, это совершенно независимый коллегиальный орган, который в рамках утвержденных армативных актов Одинцовского района осуществляет свою деятельность. Мы являемся коллегами, помогаем друг другу, каждый в свою меру сил и возможностей, но мы никим образом не вмешиваемся в работу общественной палаты Одинцовского муниципального района. Это независимо. — Но при этом, Захар Юрьевич, я понимаю, что вы регулярно работаете с своими коллегами из области непосредственно. В чем эта работа и взаимодействие в принципе выражаются? — Общественная палата Одинцовского муниципального района по своему регламенту должна помогать людям, проживающим в Одинцовском муниципальном районе. У нас очень много системных вопросов, которые местная власть не способна решить в рамках своих полномочий. Поэтому мы вынуждены обращаться к нашему старшему брату, Общественной палате Московской области, за помощью. Вот вопрос к тем же самым флюорографам. Мы написали несколько обращений к министру здравоохранения Московской области. Ответа, к сожалению, не получили. Обратились по Общественной палате Московской области. Сразу в экстренном порядке были включены заседания комиссии по открытости власти. Этого вопрос озвучили. И я вот знаете, как уже там краем уху услышал, что очень скоро флюорограф появится все-таки в нашем Одинцовском районе. Вот простой пример нашего взаимодействия. Ну, во-первых, в Общественной палате Московской области собрались действительно профессионалы своего дела, именно общественного. Там есть и юристы, там есть и адвокаты, там люди разных профессий. Я знаю, вот архитектор, там вот Илья Завевухин, очень такой как бы с Андреем Андреевичем Губановым. Мы очень давно поддерживаем партнерские именно отношения, дружеские и партнерские. Потому что люди всегда откликаются на те проблемы, которые не можем решить в районе. То есть, другими словами, иногда, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда не хватает непосредственно ваших здесь контактов, связей, полномочий, вам приходится обращаться к, как вы сказали, старшему брату, чтобы продавливать некоторые моменты. Или я все-таки это несколько некорректно понял? Все правильно, абсолютно. Когда нас не слышат некоторые министерства, все-таки Общественную палату Московской области слышат везде. В каждом министерстве, ведомстве и департаменте правительства Московской области. Поэтому вынуждены обращаться к ним за помощью, вот к нашему, как я уже сказал, так к старшему брату. Ну что ж, давайте тогда поговорим непосредственно про вашу работу. Уже несколько лет работает Общественная палата Одинцовского района, нового созыва. И сейчас, я так понимаю, нам предстоят выборы. Что это, в принципе, означает для простых людей, которые уже привыкли с вами работать? Появятся новые лица, изменятся структуры и формат работы Общественной палаты. Что вообще эти выборы нам принесут? Вы знаете, уже на данный момент в Общественной палате Одинцовского района состоят самые яркие и активные общественники Одинцовского района. Поэтому я так думаю, что состав, если поменяется, то поменяется незначительно. Вот эта команда, команда действительно неравнодушных людей, уже задала грамотный вектор развития всей общественной жизни в районе. В принципе, я так думаю, что особых отклонений не будет. Соберут новых 45 членов. 15 предложат губернатор Московской области, 15 предложат Общественная палата Московской области и 15 утвердит Совет депутатов Одинцовского района. После этого 45 человек выберут себе нового председателя, который будет соответствовать их, скажем так, требованиям в новом составе. И будут дальше работать. Вы сами собираетесь оставаться в Общественной палате? Я буду подавать обязательные документы, потому что это дело мне, скажем так, по сердцу нравится. Приносить хоть какую-то, но пользу людям. А председателям пойдете? Если выберут общественники, то, возможно, соглашусь, да. Смотрите, много лет уже, в общем-то, прошло. Ну, может быть, и не совсем там декады, конечно, но немало, да. Из того, что вы изначально задумывали, что на сегодняшний момент получается, что все-таки, думаете, воспользовавшись, да, такой оказией будете менять? Если, конечно, останетесь председателем. Ну, вы знаете, вот сейчас в данный момент, я еще раз сказал, вектор выбран правильный, двигаемся мы в правильном направлении. Нерешенных вопросов, системных, очень много. Вот, постараемся. И если меня вдруг выберут, или, ну, я понимаю, что те активные люди, которые пройдут новый состав палаты, я так думаю, что будет самая главная тема развивать парки Одинцовского района. Есть у нас очень много таких вот направлений развития. Дальше. По взаимодействию с администрациями, я так могу сказать, диалог у нас выстроен правильно. У нас нет в Одинцовском районе ни одного ведомства, ни одной организации, которая бы не знала общественную палату. Все получали обращения, письма. Если кто-то из руководителей как-то немножечко затягивал с ответами, то приходилось, скажем так, включать наш административный районный ресурс. Вот, и руководители отзывались очень быстро. Сейчас мы находимся уже в партнерских отношениях со многими организациями и ведомствами Одинцовского района. Ну что же, действительно, довольно много и акций проходит и так далее, именно с вашей подачи, с подачи общественной палаты нашего района. Андрей Андреевич, а как Московская область оценивает именно Одинцовский район? Вы сказали, что это одна из самых действительно активных и так далее. А по каким критериям именно вы определяете? Так, вот эта общественная палата действительно здоровская, да? Вот здесь вот что-то люди подкачали. Ну, вы знаете, критерии совершенно разные, но в первую очередь это количество проводимых мероприятий в месяц. Выполнение поручений каких-то, в том числе, когда губернатор Московской области приезжает на те или иные муниципальные образования, обращаются к нему жители с теми или иными проблемами. Порой общественные палаты муниципальные берут на контроль эти ситуации. Как чиновники должны выполнять поручения губернатора? Ну, совершенно разные критерии. Ну, общественная палата Одинцовского района, я сейчас не помню, на каком месте, но входит в пятерку общественных палат в Московской области по количеству парейдингов. Скажите, а если сравнивать непосредственно вот вас, Московскую область, да, с другими регионами нашей страны, как Московская область оценивается и правительством нашего государства и так далее? Вы знаете, правительством не знаю, потому что общественная палата правительства Российской Федерации, ну, Московской области, я имею в виду, наверное, все же... Ну, скажем, видны лицами нашей политической, культурной и общественной деятельности. Да, ну, признанный факт, это действительно так, что общественная палата Московской области, она является одним из лидеров других в нашей стране, да, из региональных общественных палат. И, в принципе, является, можно сказать, законодательным модом, я бы сказал, да, потому что наша общественная палата Московской области первая еще несколько лет назад изменила закон об общественной палате Московской области и привела его в соответствии с законом об общественной палате Российской Федерации. Сейчас только вот начинается эта процедура в других субъектах Российской Федерации, а у нас уже как не первый год это было сделано. Ну, общественная палата, стоит отметить, и поддержку губернатора Московской области к общественной палате Подмосковья обеспечена достаточно неплохо всем необходимым. Полное взаимодействие с Главным управлением социальных коммуникаций правительства Московской области у нас есть грязь жаловаться, я бы сказал, только работать. Уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Разберемся». Мы сегодня говорим о предстоящих выборах в общественную палату Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, пожелания, 508-86-84, это наш телефон, мы работаем в прямом эфире. Ну что же, давайте тогда действительно поговорим уже про, ну, кто-то там перезагрузкой говорит, кто-то переформатирование, кто-то выборами это называет. Действительно, что эти выборы нам принесут, почему их вообще проводят? Это же в конечном счете не выборы президента или еще кого-то. Почему решили вот раз в довольно небольшой период времени обновлять, что ли, как это назвать, общественные палаты наши? Ну, у нас по аналогии с депутатским корпусом выборы в Советы депутатов в областную думу, в Государственную думу имеют определенные периоды. То есть у депутатов 4 года, в общественной палате Российской Федерации срок полномочий 3 года. Соответственно, в общественных палате региональных, а также в муниципальных тоже есть срок полномочий, стекает, он зачисляется 3 года. И в этом году в 67 муниципальных образованиях завершается срок полномочий. В этом году мы выберем 2205 человек муниципальных, общественные палаты, которые войдут в состав. Почему необходимо? Ну, наверное, необходимо осуществлять ротацию в любом случае. То есть новые люди, новые идеи. Свежая кровь. Да, это очень здорово. Андрей Андреевич, Захар Юрьевич, если вот исключительно ваше субъективное мнение взять по поводу работы ваших коллег, соответственно, на ваших уровнях, не устают люди за несколько лет? Ведь работа общественника — это что-то совершенно фееричное. Это постоянно на выездах, это постоянно участие в каких-то довольно сложных мероприятиях, подготовка к масштабным акциям и так далее. Нету такого, что люди перегорают с годами. Вы знаете, выборы в общественную палату Московской области в следующем году, то есть мои выборы будут проходить в следующем году, я тоже планирую подать заявление на выдвижение. И могу вам сказать честно, вот сегодня ехал к вам и думал о том, что сколько всего хочется успеть, и времени может не хватить. Поэтому я уверен, что у Захара Юрьевича такая же ситуация. Есть очень много, значит, хороших проектов, идей, которые просто необходимо закончить. Действительно, общественная эта работа, она очень непростая, требует очень много времени, но как бы если человек хочет это делать, то он и занимается этим. Ну, у меня, так скажем так, свое есть на это мнение. Есть у нас у общественников такой общественный адреналин. Кипит кровь, когда действительно хочется сделать что-то полезное не только для себя, как все привыкли, скажем так, вот в нашей многострадальной стране, а хочется сделать что-то такое для соседа. И таких людей с каждым годом становится все больше и больше. Да, бывает, что адреналин кончается, человек немножко перегорает. Но эта жизнь, я не говорю о том, что у меня он как-то вечный, скажем так, это количество вот этого прям приятного ощущения, этого чувства. Могу сказать одно, что пока все гурлит, я буду заниматься этой общественной деятельностью, обещаю. Кто такой вот на сегодняшний день активист, общественный деятель Московской области? Давайте здесь обобщим, потому что Одинцовский район тоже, конечно, в Подмосковье входит. Вот собирательный образ человека, который готов действительно годами, как вы говорите, перемалывать этот адреналин, делать что-то не только для себя, но и для соседа. Во-первых, этот человек должен знать обязательно то место, где он живет. Он должен досконально знать, должен знать все улицы, должен знать многих людей. И люди, самое главное, должны знать его. Во-вторых, человек этот должен обладать, в принципе, свободным временем. Конечно, у нас общественная деятельность заключается в том, что мы в свободное от основной работы время занимаемся ей. Но бывает иногда, что, как вы правильно подметили, что мероприятия, различные акции, различные праздники, различные круглые столы, они все требуют дневного времени, потому что мы в вечернее время не можем выдернуть представителя какого-то министерства, там, ведомства или прочее. Поэтому должно быть свободное время, во-вторых. И, в-третьих, этот человек, этому человеку должно чуть-чуть не нравиться, как он живет. Вот чуть-чуть не нравится, как отвечает чиновник на запросы, чуть не нравится, как работают правоохранительные органы, как работают различные службы и ведомства, как убирают снег на его улице. Это должно не нравиться. Если действительно все будет в идеале работать, то работа общественника, тогда будет никому не нужна. Я так понимаю, в Московской области, в принципе, ситуация такова же, так как и здесь у нас. Вы знаете, в каждом доме, в каждом подъезде, наверное, доме многоквартирном, есть некий человек, которого все знают, которому все не безразлично. То есть он старается как-то улучшить качество проживания, свое, как жители этого дома, своих соседей. Поэтому как охарактеризовать общественника? Ну, это совершенно разные люди. Каждый занимается, кто-то архитектор, кто-то юрист, который хочет внести свой вклад в законодательство, как-то улучшить. Вот, допустим, банальный простой пример. Депутаты нового созыва областной думы наконец-то приняли поправки в закон о тишине. Общественная палата Подмосковья принимала активнее участие. Я в том числе настаивал на необходимости изменить данный закон, так как 8 марта, 9 мая, 23 февраля в действующей редакции предыдущей можно было осуществлять шумные работы. И все жители Подмосковья фактически были лишены комфортных праздников. Как юрист я предпринимал необходимые меры. Мы выходили с законодательными различными инициативами для поправок. То есть совершенно разные это люди. Кто-то многодетные мамы какие-то, хотят поделиться опытом, хотят рассказать о проблемах. Совершенно разные люди. То есть фактически институт вот этого обмена опытом, идеями простых людей, которые не относятся к чиновничьему аппарату, административному аппарату и так далее, он на сегодняшний день, по вашему мнению, уже сформировался и эффективно действует? Ну то, что он сформировался, это точно. Может быть, не совсем эффективно он еще действует, так как у нас гражданское общество все же еще активно развивается. Институт общественных палат, он еще все же новый. Но уже есть хороший результат. У нас есть опыт, хороший опыт, как нам удавалось чего-то добиться. Скажите, пожалуйста, в рамках предстоящих выборов, какую роль будет играть Московская область, общественная палата в БУТе, каким-то образом мониторить этот процесс, контролировать его и так далее? Вы знаете, в соответствии с законом об общественной палате Московской области, исключительно члены общественной палаты Московской области ведут и прием документов во всех муниципалитетах от каждого кандидата, выполняют иные возложенные функции по осуществлению выборов в общественные палаты муниципалитетов. В частности, в Одинцовском районе у нас открыто 4 пункта, в которых осуществляется формирование пакетов документов от всех желающих, поступают заявления. Для того, чтобы стать кандидатом, необходимо подать первое заявление, второе, документ, подтверждающий регистрацию на территории муниципалитета, и третье, справку о том, что отсутствует непогашенная судимость. Причем справка делается длительное время, и мы с коллегами приняли решение, например, на заседании общественной палаты, что для того, чтобы уйти от этой бюрократичной процедуры, потому что люди могут не успеть взять эту справку, необходимо предоставить на пакет документов документ из МФЦ, о том, что данный документ был заказан. Три документа необходимы для того, чтобы подать заявление в кандидаты в общественные палаты муниципалитетов. Каждый желающий, собственно говоря, может это сделать. Общественная палата в области... Андрей Андреевич, я так понимаю, выборы у нас назначены наконец... Процедура делится на три этапа. С первого, сегодня первый день, 1 марта, до 31 марта будет осуществляться прием документов от всех кандидатов. Второй этап с 1 апреля по 30 апреля будет происходить обсуждение выдвинутых кандидатов, а также выборы в 20 числах апреля будут проходить. После этого будет происходить уже отбор утверждения членов муниципальной общественной палаты. Ну, собственно, дело не совсем в дате. Мне просто любопытно, насколько сегодня общественная палата Одинцовского района все еще работает. Принимаете ли вы заявки и вообще работаете ли вы сегодня с жителями? Вы знаете, скорость не сбрасываем, потому что я так думаю, что все действующие члены общественной палаты Одинцовского района будут подавать свои заявления на перевыборы в новый состав общественной палаты. Это во-первых. Во-вторых, еще есть, скажем так, пара таких базовых системных дел. Ну, вот, например, мы сейчас хотим выдвинуть свое предложение с нашими партнерами в общественной палате Московской области о запрете продажи квартир в новостройках до ввода в эксплуатацию вот этих непосредственно новостроек. Ну, потому что участились случаи, скажем так, обманутых дольщиков, недобросовестных застройщиков. Вот мы хотим, скажем так, на законодательном уровне убрать вот эту лазейку, когда можно продавать воздух, а потом исчезать. И Московская область должна обязана решать вот эти вопросы за счет, опять же, средств налогоплательщиков. Это, получается, такое главное дело до конца нашей полномочии. Получается, у вас довольно масштабные проекты, но вы их, в принципе, как-то по расписанию, скажем так, своему пытались уместить вот до этих капринских выборов? Успеем подготовить наши предложения, согласовать с общественной палатой Московской области. И вот этим как бы... Я хотел бы обратить ваше внимание, что общественная палата Одинцовского района будет работать до июня, как минимум, а скорее всего, до июля, как будет проходить первое заседание новой общественной палаты, нового созыва. Полномочия истекают только в этот момент. Поэтому апрель – это не тот срок, на который можно ориентироваться. И руки пропускать не собираемся. Есть ли какие-то совместные проекты, которые вы сейчас реализуете совместно, ваши две общественные палаты, или которые вы наметили на ближайший год, предположим? Может быть, даже, знаете, не конкретный проект, а хотя бы направление деятельности. Вы знаете, мы конкретно решаем проблемы конкретных жителей, которые обращаются в общественную палату Одинцовского района или к нам, если напрямую сразу, да, проектов у нас, как таковых, нет. Мы занимаемся согласованием интересов граждан на территории региона. Соответственно, если к нам обратился, завтра обратитесь вы или кто-то из телезрителей, которые смотрят сейчас наш эфир, с какими-то конкретными проблемами, мы их совместно с общественной палатой Одинцовского района будем решать. Ну что ж, спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Довольно интересная тема, как я уже говорил. Действительно, общественная палата и Одинцовского района, и Московской области, это два органа, которые вызывают бурный довольно интерес, внимание к своей деятельности со стороны жителей Одинцовского района. Так что я уверен, нашим телезрителям было очень интересно узнать, как в дальнейшем они будут с вами работать. Спасибо, что приезжали. Спасибо большое. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.